Губернатор региона Наталья Комарова отметила недостаточный темп вакцинации жителей округа от коронавируса. Завершили процедуру 84% югорчан, а вот ревакцинировали всего 42%. То есть половина ситуации нужно изменить, иначе она негативно скажется на здоровье населения. Святослав Балконский побывал в прививочных кабинетах в Нижневартовске. Еще пару недель назад из желающих поставить вакцину против ковида здесь собирались большие очереди. Сегодня, чтобы попасть в прививочный кабинет, не нужна даже предварительная запись. Гузель Резванова – одна из немногих посетителей пункта вакцинации в городской поликлинике. Девушка переболела ковидом. Признается, заболеть снова желания нет. Была температура высокая, запахи не чувствовала, вкусы, тяжело было вставать. Маму заразила свою тоже. По словам медиков, несмотря на масштабную прививочную кампанию и серьезный коллективный иммунитет, только в Нижневартовске он около 80 процентов, снижение темпа вакцинации создает риск новой волны заболеваний. И все-таки приходит информация о том, что за рубежом сейчас отмечается, в первую очередь в Китае, отмечается рост количества заболевших новым штаммом. И с течением времени эта ситуация может быть характерна и для нас. Немногим лучшей ситуация обстоит среди трудовых коллективов. Благодаря работе выездных медицинских бригад в Нижневартовске за прошлую неделю ревакцинацию прошло около трех тысяч горожан. С другой стороны, снижение темпов прививочной кампании наблюдают во всех группах населения, даже среди пожилых. Раньше они чуть ли не первыми приходили в пункты вакцинации. Сегодня в регионе ревакцинацию прошло чуть больше 40% югорчан. Наталья Комарова на заседании окружного оперштаба отметила, темпы иммунизации населения от ковида недостаточны. Вакцинации нельзя, невозможно к середине 2022 года достичь безопасного уровня показателя иммунизации населения. Сделать прививку повторно медики советуют через полгода после завершения полного курса вакцинации. Аналогичные рекомендации для переболевших ковидом. Светослав Балконский, Эльдар Ибрагимов, Вести Югория, Нижневартовск.